В эфире программа, подготовленная совместно с Общественной палатой Тамбовской области. Меня зовут Владимир Пеньков. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Золотая Нива» Валерий Грицыенко. Здравствуйте, Валерий Федорович. Добрый день, Валерий Федорович. Я думаю, самое время нам поговорить. За окном весна вы представляете аграрный комплекс. И я предлагаю поговорить о чисто земных вопросах и о земле, и о людях, которые работают на этой земле. Не возражаете? Конечно. А начать я хотел бы с частной истории. Скрывать не будем, знаю вас не первый год. И вот, смотрите, сегодня, говоря об аграрном комплексе, можно услышать фразу, что сельское хозяйство – это черная дыра. Сколько туда ни вкладывай, прок не будет никакого. Что там живут люди, которые, в общем-то, ни на что не сгодились, ругают по-всякому. В то же время кормимся мы только за счет сельского хозяйства. К вам вопрос частного порядка. Как так получилось, что успешный офицер на сегодня является успешным руководителем крупного аграрного предприятия? Пожалуйста, вопрос очень простой. Когда наступило время покинуть воинскую службу, а такое время было непростое с приходом. В 1986 году с большими переменами в обществе надо было искать место в жизни. Село было знакомо не понаслышке. К счастью. И у нас была на том этапе начала бизнеса переработка подсолнечника. Мы, попросту говоря, тогда делали подсолнечное масло. Появилось желание свое сырье выращивать. Вот так вот с маленького этого этапа началось потихонечку вхождение на землю с соответствующими последствиями, которые нынче есть. Ну, скажите так, сегодня, по прошествии времени, уже два десятилетия даже больше вы в аграрном комплексе и знаете все проблемы и так далее. Никогда не было желания сказать, да ну все это нафиг. В конце концов, надоело круглый год ходить в сапогах, то ветер, то солнце, то мороз, то все, пятое-десятое. Вот душевного порыва не было заняться каким-то купи-продайским бизнесом. Он тоже хороший ведь. Ну, в предприятии это все есть, так получилось, значит, хотя это все вот шло потом, значит, и купи-продай в том числе. Вернее, не купи-продай, просто продай, но свою продукцию. То, что сам произвел. Да, то, что сам произвел. Пришлось этим заниматься, хотя, скорее всего, это неправильно. Ну, тем не менее, жизнь вот еще, скажем, видимо, вот эта неустоявшаяся сегодня структура в обществе, вот взаимоотношении переработчика, продавца, производителя, она, скорее всего, вот дала посыл для того, чтобы сегодня заниматься торговлей. Хотя, честно, это накладно. Ну, отвечая на конкретный вопрос, могу сказать так, если не считать вот некоторых факторов извне, то ни секунды, ни минуты вот сожаления о том, что вот пришлось снова жизнь связать с селом, нет. Почему говорю снова? Потому что в 14 лет я уже работал на комбайне. Отец всю жизнь отработал в селе. Ну, так получилось, жизнь никогда на селе легкой не была. Но, видимо, вот по этой причине он меня тогда не пустил, значит, в село. А я мальчик был, наверное, к сожалению, послушный. И вот связал жизнь с воинской службой. Ну, когда закончил службу, скорее всего, вот, и, наверное, все равно, вот, зов предков, что ли, как, я не знаю, как правильно сказать. Все привело к тому. Есть еще один аспект. Ведь, я понимаю, так, сегодня свыше 10 гектар золотая Нива. 10,5 тысяч. 10,5 тысяч гектар. Это пахотное угодье золотой Нивы в Знаменском районе. Все так? Смотрите, ведь там же работают не только вы, не только ваши друзья и знакомые, но там же целый коллектив. А вот отвечать за людей, когда то вымокнет, то вымерзнет, то высохнет, то семена, то все, пятое, десятое. Вот с этим как можно жить? Вы же отвечаете и за достаток не только свой, но и тех, кого вы приглашаете на эту работу. Ну, несколько пространственно отвечу на этот вопрос. Здесь есть несколько позиций. Ну, в первую очередь, позиция руководителя. Ну, знаете, бытует, особенно, что я терпеть не могу, кстати, сегодня говорят. Вот я тут хозяин, там, и прочее. Я это условие вообще не перевариваю, я лично его не произношу. Есть руководитель, значит, и за этим все стоит. Безусловно, когда мне говорят там, мы на тебя работаем, я говорю, не, ребят, это не так. Это я на вас работаю, я и вашу бытность, я свою голову отнес, положил в банк, потому что больше нечего было ложить. Взял кредиты и с этого началось развитие предприятия. Но, отвечая еще конкретнее на этот вопрос, могу сказать одно. Руководитель без коллектива – ничто. И когда наступают те моменты, когда приходится общаться в предпраздничные дни с людьми, я всегда говорю, спасибо вам за то, что вы вот идете со мной. Вот только в этом диалоге можно выстроить производство. Мы еще к коллективу вернемся и к вашей работе с людьми. А сейчас я предлагаю чуть поменять тему. Апрель – месяц, который отмечен многими событиями в истории нашей страны, и в том числе уместно здесь вспомнить страшную трагедию апреля 1986 года, когда произошел взрыв на Чернобыльской атомной станции. Вот для меня это просто факт нашей ушедшей советской истории. Для вас Чернобыль – это факт вашей офицерской биографии. Можно об этом рассказать? – Владимир Владимирович, ну, к сожалению, это действительно такое трагическое событие, которое, наверное, вот его трудно с чем-либо соизмерить. Вот его нельзя ни на гражданскую, ни на отечественную войну примерить. И в том числе это не менее страшно. Но, наверное, значит, чтобы как-то разрядить обстановку вот эту грустную, я просто один анекдот вспомню двух офицеров, слушателей, значит, Академии химической защиты, которые вот после наряда там проспал на лекции и утром смотрят конспекты и что-то недопонимают. И коллеги своему задают вопрос, что такое нейтронная бомба? Он так подумал, подумал, как ему правильно ответить. Говорит, ну вот представляешь, много водки. Он говорит, представляю, это пить некому. Вот, к сожалению, мы тогда оказались в этой ситуации, зная последствия, как люди подготовлены в этом направлении, зная последствия вот от того, что произошло, конечно, было морально тяжело. Валерий Федорович, я прошу прощения. Вы к тому времени уже окончили училище химической защиты в Тамбове. Да. Вы были классным военным химиком-инженером. Вы знали, что это такое. Вы были офицером, который мог сказать, что я в эту командировку не поеду. Или у вас выбора не было? Выбор был. И, как в жизни говорят, выбор есть всегда. Но я хочу сказать, вспоминая вот то построение, когда оно случилось... Здесь, в Тамбове, на плацу, училищ химической защиты. Да, бывший начальник училища, генерал-майор Шипилов, когда он построил, объявил нам, значит, и был задан один вопрос. Добровольцы, шаг вперед. И это все, это сделал все училище. Это вот, ну, сегодня это даже сложно представить. Но это вот так было. Поэтому мы всегда, наверное, военные в те времена жили другими измерениями. И это вот так случилось. Поэтому выбор, наверное, всегда есть, как я уже сказал. Но здесь... Валерий Федорович, вот люди для вас в Чернобыльском измерении поменялись, стали лучше, стали хуже? Я хочу сказать так, вот, как показывает история, и в том числе и чернобыльские события. Там же очень много было людей, которые пришли с запаса. Я хочу сказать, вот, все понимали, что это сегодня. Мы должны, мы обязаны это делать. Было сплочение, было взаимопонимание, и мытья не было, точно не было. Хотя все прекрасно понимали, что это такое. То есть, это была такая осознанная ситуация, когда люди понимали опасность, и в том числе персонально для каждого человека. Вернемся к аграрным делам. И я не буду сравнивать, конечно, Чернобыль с сегодняшней ситуацией. Не дай бог, чтобы это повторилось. Я имею в виду чернобыльские события. Но смотрите, спустя энное количество лет Валерий Федорович Грицыенко, успешный предприниматель в аграрном секторе, еще раз сделал шаг вперед и сказал, я готов возглавить аграрно-промышленный союз в Тамбовской области. Было? Было, но было предложено. Было предложено. Но в любом случае, вам это зачем? У вас успешное хозяйство. У вас успешно все поставлено. Вот этот шлейф общих проблем, вам зачем это? Валерий Федорович, вот как раз сегодня обществу, в том числе и Тамбовским аграриям, не хватает вот этой вот объединяющей силы. Вот она сегодня нужна. И я не хочу сказать, что мы какие-то сделали уже шаги успешные. Скорее всего, с точности наоборот еще нет. Но очень хотелось бы построение взаимопонимания в первую очередь между нами. И когда мы иногда начинаем тупо требовать правительству, то не делает, правительству это не делает. Я всегда задаю один и тот же вопрос. Ты на своем месте все сделал для того, чтобы правительство к тебе по-другому относилось? Ну, моя позиция такая. Поэтому, безусловно, я готов ради общих дел взаимодействовать в первую очередь с коллегами, во вторую очередь с властью, выстраивать диалог и пытаться улучшить жизнь на селе. Ну, вот смотрите, если я условно буду Тамбовским предпринимателем, работающим на селе, в ряде случаев можно услышать рассуждения. Задушили налогами, этого нет, того нет, не помогают, не поддерживают. Я свой кусок земли обработал, я вырастил достойный урожай, за наличку его продал, и отстаньте от меня. Как вы к этой позиции относитесь? Вот в этом, наверное, главная проблема существует. То есть? Вот, я свой обработал, я свое сделал, и до свидания. То есть, вот с чего я начал разговор, я сегодня и продолжаю. Безусловно, так не получится. Безусловно, диалог надо в том числе и с государством выстраивать. Ну, для этого как раз вот и существует общественная организация. То есть, не всегда каждый может дойти, а вот организация, это уже представление целой общности людей, которые могут донести свои проблемы до руководства области, государства и так далее. Я считаю, что сегодня вот эти рассуждения, как раз я об этом сказал, что кто-то нас задушил. Да, безусловно, нам всегда проблематично. Производство есть производство. Ты операции сделал, и все, ты наяву уже никуда не денешься. А за каждую операцию, там налоги надо заплатить, заработную плату надо заплатить, и так далее, и так далее. Все взаимосвязано. И сегодня вот просто уповать на то, что просто от того, насколько мы эффективнее будем работать сегодня, это мое понимание, настолько нам эффективнее удастся договариваться с государством и о снижении в том числе этих нагрузок. А вот кто у нас вот так купил, продал за наличку, и ничего, и в результате на остальных перекладывается у нас, к сожалению, перекладывается груз, в том числе и налогов, потому что государство тоже надо задержать. Может быть, где-то и какие-то есть проблемы, это не наша компетенция, но государство тоже надо задержать. Валерий Федорович, ведь я понимаю так, что аграрно-промышленный союз – это общественная структура, где вы обсуждаете общие проблемы и затем их выносите на уровень губернатора, может быть, министерства сельского хозяйства, Госдумы и так далее. Вас слышат? Иногда слышат. Иногда, может быть, не совсем мы корректно задаем вопросы, но пока мы не будем стучаться в дверь, ее просто так никто не откроет. Это моя позиция, и, безусловно, надо стучаться. И вот здесь я хотел бы еще одну позицию вместе с вами, как с экспертом рассмотреть. Смотрите, в ряде случаев мелкие собственники земли, мелкие аграрии ведут разговор о том, что государство заточено только на поддержку крупных аграрно-промышленных комплексов. А мы на последнем рубеже, мы на последнем счету, нам помогают потом. Вот если попытаться посмотреть, ведь эффективность от крупных холдингов, наверное, с точки зрения производства товарной продукции, выше, чем в том же небольшом фермерском хозяйстве. Как вы оцениваете сегодняшние позиции государства по отношению к фермеру, к фермерскому хозяйству, к коллективному фермерскому хозяйству и крупным аграрным холдингам? Ну, я, собственно, как бы еще раз вернусь. Я где-то краешком уже коснулся. Сегодня, ну вот, допустим, наше предприятие, мы, у нас выход, значит, сегодня в денежном выражении на гектар, это не менее 70 тысяч. Объясните, что это 70 тысяч на гектар? 70 тысяч выход продукции. Вот мы даем воловке. Мы даем воловке. Это и животноводческая продукция, и растеневодческая. И если, безусловно, данные предприятия и подобные предприятия, они интересны государству. Если мы сегодня, фермер показывает у нас 20 тысяч из гектара, видите, разница какая? Безусловно, вопрос всегда появляется в правительстве. А почему? Я не раз, будучи главой района, и уже не сегодня, не раз обращался к крестьянам. Вот сегодня их неведение, хозяйство, оно вызывает определенные сомнения. Хотя вот я готов перед ними, я за фермерское движение, я готов перед ними всегда снимать шапку, кланяться им, потому что они действительно порой в не очень человеческих условиях работают. Но тот путь, который они сегодня выбрали, он неприемлем. Я не раз предлагал. Им нужно, как никому, объединение, чтобы повысить эффективность производства, чтобы доходность предприятия увеличить. Им нужно объединение. То есть мы должны, там, хотим, нравится нам слово Запад, не нравится там Европа, но мы должны к этой модели подходить. То есть это должно быть МТС, это должен элеватор, это должна какая-то переработка быть на группу хозяйств. А когда мы по одному, нам это очень сложно. Вот, Олег Федорович, вы уже модель золотой небы выстроили. Мы уже сказали с вами, 10 с лишним тысяч гектар пашни. У вас замечательный парк импортной техники и для обработки, и для уборки. И одновременно с этим, производя продукцию, вы частично, в частности, мясную продукцию, вы перерабатываете. И вот здесь у меня, может быть, подлинненький такой вопрос, но просил бы, чтобы вы на него ответили. Вы один на один, напрямую, выходите со мной с потребителем конечной продукции. Вы не боитесь, что однажды качество продукции соскочит, и я к вам, я условно, к вам не приду за вашей свининой, за вашей говядиной, за вашими продуктами. Владимир Федорович, на сегодняшний день, вот, я считаю, выстроена уже система, на систему, не просто сама система, а система с людьми, ответственными на своем месте. Они знают мою позицию. Не дай Боже, что-то попадет в продукты питания. Антибиотики, что-то еще. То есть, с нами работает целый институт воронежский, ветеринарный, который... То есть, вы и науку привлекаете? Однозначно. Мы без науки не живем вообще. То есть, мы не якаем, ничего. У нас куча организаций, которые сегодня работают с нами по рекомендациям, которые нам выдают, и к которым мы прислушаем. У меня задача на прилавок положить первое, здоровую продукцию, что мы и в поле уже много делаем. У нас биологизация уже порядка 10 лет идет. То есть, мы сегодня вышли на финишный прямую с Тамбовским университетом государственным по переработке органики всей, которую мы получаем от производства и его внесения. Это тоже экологически чистый продукт. Прошу прощения. Я хоть и деревенский порождение, но, может быть, не до конца понимаю. То есть, можно, в принципе, купить китайские удобрения, неорганические, да, минеральные удобрения, втюхать, и затем все это, в конечном счете, выйдет вместе с продукцией. А можно органику отхода от свинокомплекса найти с учеными вместе инструмент. Нашли уже вам, Федорович. Ну, уже нашли. Уже нашли. Переработку. И органика более безопасна и для растений, и для потребителей конечной продукции. Об этом разговор. Об этом разговор. И в первую очередь для земли есть вот на сегодняшний день хорошее выражение. Нам земля не в наследство досталась, а мы ее взаймы уже взяли у своих внуков. К сожалению. И мы очень много сделали сегодня на земле того, но мы очень резко понизили продуктивность сегодня почвы. И вот то, что мы вытаскиваем за счет неорганики, это не совсем правильный путь. Это уже сегодня все поняли, принимаются меры, но это быстро мы к этому не придем. То есть, получается так, здоровая продукция на прилавке начинается не с того, как вы это закоптили, завялили и так далее, а с того, какое зерно упало, в какую землю, и насколько химия прошлась в резиновых сапогах по этому полю. Вы об этом говорите? Совершенно верно. Олег Федорович, чуть поменяем тему и вопрос дилетанский. Некоторое время назад шел разговор о том, что сахарная свекла почти как кукуруза царит с полей. Рентабельная, дает доход большой и так далее. В Знаменском районе есть свой сахарный завод. Я имею в виду, он свой не в смысле муниципальный, а территориальный. Есть Знаменский сахарный завод. И одновременно я точно знаю, что многие земледельцы Знаменского и сопредельных районов сокращают посевы сахарной свеклы. Что, сладкая жизнь закончилась? Ну, два момента. То есть, собственники заводов, не только Знаменского, сегодня сами приобретают землю и стараются всю продукцию получать у себя. Сахарный завод и при нем собственные, либо в аренду взятые, либо собственные земли, там выращиваются сахарные свеклы, мы сами производим и перерабатываем. Это один из вариантов. Это один из вариантов. И второй вариант. Еще три года назад мы сахар покупали. Сегодня мы реально можем сахар экспортировать. Сегодня у нас появились излишки сахара. И, безусловно, это не лучшим образом сказалось на цене. То есть, рыночная экономика, экономика, я с ней согласен, но она не должна быть стихийной. Рыночная экономика должна быть управляемой. То есть, нам, переработчикам, ну, наверное, с участием государства надо договариваться о том, сколько же нам свекол производить, пока мы не готовы сахар продавать. То есть, рынок рынком, а элементы планирования, предвидения, прогнозирования должны быть. Вы об этом говорите. Еще один момент. Я, насколько понимаю, сегодня на категорию не царица, а принцесса с полей претендует соя. Вы занимаетесь соей? Занимаемся. Могу сказать, что пока еще нам не удалось реализовать себя в этой культуре. Ну, вроде бы и невысоко технологично, она далека от свеклы. Но каждую культуру надо знать. То есть, вот, пока не могу сказать, что мы готовы к выращиванию сови в больших объемах, но мы вплотную к этому подошли. Мы уже, ну, скажем, нафинишные, но еще не дошлифовали технологию. И я опять возвращаюсь к людям. Иногда в беседе с аграриями можно слышать, да как с этими алкашами можно вообще работать? Да как с ними можно договориться? Я тут пригнал замечательную импортную технику, сел с бодуна, запорол машину и так далее, и так далее. Насколько я знаю, у вас практически весь импортный парк техники. Это так? Так вам. И я понимаю, что большая часть техники приобретается за счет банковских кредитов. Это так? Ну, с этого начинается, да, точно. Да, сервисное обслуживание нужно и так далее. Как удалось вам обеспечить, что на великолепной технике работают те люди, которым вы доверяете? Ну, вот, сегодня говорить о том, что на селе уж так все плохо, вот у нас проблема в хозяйстве, скажем, с алкоголем, она уже давно не существует. То есть люди понимают, что придя на работу даже... Со вчерашним. Со вчерашним, он к работе допущен не будет. Даже так? Даже так. То есть не говоря уже, что в течение дня. Ну, есть везде проблемы. То есть это люди, это живой человек, он всегда может что-то сотворить. У нас поставлен вопрос так. Если ты вдруг надумал, бери от ГУЛА. Ну, конечно, мы относимся к этому в такие, в пиковые периоды уборки или посевной. Конечно, к этому мы не можем относиться нормально, потому что каждый человек на счету. Но сегодня, как таковые проблемы не существуют. Пусть о селе вот сегодня потихонечку забывает и говорит. Может быть, это есть, но те, кто не работает. Я не могу о своих сказать, что вот они несут вот эту проблему. Вы всех своих работников знаете? Практически. Вы знаете, что у них происходит в семье? Мы не только знаем. Значит, проблема каждой семьи, каждая семья, она живет в предприятии. То есть, сегодня надо детей лечить, надо строить жилье. в конце концов, даже иногда самым лучшим даем какие-то временные кредиты и на приобретение автомобиля, потому что мы понимаем, сегодня это уже стало нормой жизни, в том числе и на селе. Поэтому вот сказать сегодня, что от нас утаена какая-то проблема в семье, это однозначно нет. То есть, в любом случае, когда речь идет о человеческом факторе, мы понимаем, что вы, как один из руководителей крупного хозяйства «Золотой Нивы», занимаетесь не только вопросами технологий, не только вопросами посевных площадей, кондиционных семян, реализации продукции, торговой сети и так далее, и так далее, что вы заодно являетесь и комиссаром, вы являетесь тем человеком, который обеспечивает, чтобы, прошу прощения за казенное слово, трудовые ресурсы были достойны. Об этом что ли речь? Об этом речь. И могу сказать больше, вот уже пошла, может быть, она для нас и тяжелая тенденция, но человек хочет детей учить в Тамбове. И мы уже сегодня покупаем жилье в Тамбове, тратим на него, на ему деньги на дорогу, чтобы он ездил на работу, но мы идем сознательно. Для хороших людей мы это делаем. Ну, то есть, если он для нас представляет перспективу, как сотрудник, кто бы он ни был по рангу, мы это делаем. Для меня это какая-то сказка. А уж там, а уж если кто-то решил на селе жить, там вообще ни о размерах дома, ни о месте, ни об условиях вообще речь не идет. Там это мы вообще двумя руками делаем. Тамбов, конечно, для нас он становится вдвойне накладным. Это, к сожалению, стало сегодня обыденной жизнью. Я предлагаю на этой ноте закончить наш разговор. И я понимаю так, что мы вели разговор с кадровым офицером советской армии. Мы вели разговор сегодня с успешным предпринимателем. И, в общем, как я понимаю, с человеком, который ценит людей и выстраивает с ними отношения. Вот таким мне представился сегодня Валерий Федорович Грицыенко. Спасибо вам за участие в нашей программе. А я напомню, уважаемые телезрители, что гостем нашей сегодняшней программы был заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Золотая Нива» Валерий Грицыенко. Всего доброго вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин